Всем привет! В связи с выходом нового эпизода Звездных войн, я покажу всем поклонникам этой киносаги, как сделать модель дроида R2-D2 своими руками. Для его создания потребуется минимум деталей, а именно бумага и новогодний шар для украшения елки. Для начала скачайте в описании к этому видео две картинки. После того, как вы распечатаете их на принтере, возьмите ножницы или канцелярский нож и аккуратно вырежьте все фигуры. Для печати лучше использовать более плотную бумагу. В моем случае я использовал глянцевую фотобумагу, чтобы придать модели красивого блеска. Но если такой нет в наличии, то можно напечатать на картоне. Однако хочу заметить, что фигурки головы лучше все же печатать на обычной бумаге, так как в моем случае плотную бумагу было неудобно клеить на шар для елки. А вот обычная бумага была бы более податлива. После того, как вырезали все элементы, берем сначала фигуру тела R2-D2, намазываем клеем серый выступ и склеиваем с противоположной стороной. Таким образом у нас получается цилиндр. Нижнюю разрезанную часть загибаем так, как показано на видео. Далее приступаем к ногам. Используя линейку или, как в моем случае, пластиковую карточку, загибаем все необходимые элементы фигуры по имеющейся разметке. После того, как мы все загнули, склеиваем фигуру, чтобы у нас получились ноги. Для склеивания я использовал суперклей, так как ПВА с глянцевой фотобумагой особо не подружился. Но если вы печатали на картоне, то можно использовать и ПВА. Это будет немного удобнее, так как клей будет не так быстро схватываться, и будет время для исправления недостатков. Ха, но в моем случае мы не ищем легких путей. Клеить так клеить. После того, как у нас готовы тело и ноги, пришло время их скрепить между собой. Если вы хотите, чтобы ноги вашей модели двигались, можно их прикрепить к телу с помощью каких-то винтиков. Я же просто приклею их. Так, основная часть модели готова. Осталось доработать только голову. Для этого берем шар для украшения елки и снимаем пимпочку, за которую вешается этот шар. Далее берем вырезанные фигурки для головы и обклеиваем ими наш шар. В итоге у нас должна получиться вот такая голова. Остается только вставить ее в готовое тело. Вуаля! Наша модель R2-D2 готова. Конечно, у меня он вышел не совсем идеальным. Однако я верю, что у вас R2-D2 получится лучше. А вам понравился последний эпизод Звездных войн? Жду ваших комментариев. И не забудьте подписаться на наш канал. Всем пока! До новых выпусков!